Ако нейде нам да смо пар, ако нейде нам да смо тайна бар, беру ми да остаем нам само една ства, пахайде он да нищта да не будемо. Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхам и сегодня у нас реакция из Хорватии Age of the Stage. Всем приятного просмотра. Всем привет, это Age of the Stage и сегодня я буду делать реакцию на божественное создание, гордость Казахстана. Димаш Кудайберген Ты явилась нежданна Ё-моё Как из лунного сна Вы слышали эту ноту с придыханием в самом начале? Это было чудесно. И это только начало. Посмотрим, что еще он нам приготовил. Чоп четко. Низкие ноты безупречны. А произношение на русском просто удивляет. Линьи долгие линьи. Это прекрасно. Я знаю, что эта песня называется «Гдешная страсть». И я слышу эту страсть в его голосе. Я знаю, что он играет на многих музыкальных инструментах. Знаю, что он поет на куче разных языков. И это всегда поражает меня. То, что он такой талантливый. Я также думаю, что это очень большая работа. Он же тренировался с малых лет. Наверное, около 20 лет тренировок. Ему сейчас вроде бы 25. И он величайший певец в мире. В моем музыкальном университете был профессор с Украины. И мы пели пару песен на русском языке. И мне они очень сильно понравились. Русский язык немного похож на мой родной язык. Хорватский. Мне очень нравится понимать, о чем песня без субтитров с переводом. Многие слова похожие. И это очень радует. Это дыхание. Тут он переходит в оперное пение. Я точно не знаю, что он поет. Но думаю, он поет... Я не уверен, но что-то в этом роде. Как-то так. Правда, немного мягче. В русском языке очень много согласных звуков. Из-за этого его трудно произносить. А особенно вот так петь. Этот чудесный головной голос. Этот красивый дыхательный фальцет. Забытый звук и руки, лица. Мне нужна только ты одна. Да это же просто сказка. А колдома тобою. Тут вступил смешанный голос. Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня, звездный в этот мир. Только ты одна. Мне очень нравится, как он погружен в исполнение. Это можно почувствовать по его движениям. По его голосу. Он проживает песню. Я полагаю, он даже не замечает зрителей. Потому что он всецело в музыке. Это классно, когда артист полностью посвящает себя своей работе. Отсюда и такой результат. Прекрасно. Та же строчка, как и до этого, но на этот раз. Фальцет. Очень много дыхания. Неоперн. Только хотел сказать неоперный, и он спел оперным голосом. Если я не ошибаюсь, это на одну октаву выше. А теперь он поет этим женским головным голосом. Оперным головным голосом. Великолепно. Великолепно. Эта мелодия очень интересная. Напоминает восточные мотивы. Что-то арабское. Вот про что я вам только что говорил. Ух, это аж прям арабское, преарабское. Это микс, йодля и пение. Это такой стиль пения в арабских странах. Обычно так поют святые, воспевая Бога. Это очень эмоционально и прямо. Я знаю не так много певцов, которые могут петь разными стилями и жанрами, как Димаш. Если делить сложность пения по уровням, то вначале это легкий, потом средний, потом сложный, потом продвинутый, потом мастер, и только потом уровень Димаша. Снимаю перед ним шляпу. Он будто поет против себя. Он пошел еще выше. Ребята, я обязан увидеть его вживую. Я куплю билеты на его концерт, где бы он ни проходил. С ума сойти. Посмотрите на все эти цветы. Он это заслужил. И даже больше. Этот парень — это определение слова «техника». Я не говорю чисто «техника». Потому что техника, она не эмоциональная. Но он — это смесь и того, и другого. Он просто мастер. Наверное, нет такой песни, которую он не потянет. Даже предположу, что он споет ее лучше, чем сам оригинал. Это тяжело признать, но он делает любую песню своей. Он всегда выбирает очень сложные песни по части техники, потому что может себе позволить. Нереальный контроль дыхания. Великолепный вибрато. И он никогда не перебарщивает. Просто подумайте. Смешать столько разных жанров и звучать не как разные люди, а остаться при этом собой. Я уже немало делаю реакции на других хороших певцов. Техничных певцов, эмоциональных исполнителей. И я честно скажу, когда день выдался тяжелым, или когда мне грустно, или я счастлив, я всегда слушаю Димаша. Нет такого времени в течение дня, когда нельзя не послушать Димаша. И он никогда не надоедает. В нем есть что-то. Тот самый фактор Х. И это то, что притягивает людей. Поэтому он покоряет сердца каждого во всем мире. И я желаю ему всего наилучшего. Он великолепен. Потребуется очень много времени, пока кто-то превзойдет его уровень. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что поддерживаете наш канал. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok